Девять снегурочек Старого Оскола в этом году претендовали на звание самой Оскольской. Отборочный этап преодолели только пять. А 15 декабря в Центре культурного развития «Молодежный» внучки Деда Мороза встретились в финале. Жюри предстояло оценить их со всех сторон. Первый критерий – это артистизм. Второе – это образ. Третье – это творческие идеи. Ну и воплощение, я думаю, задуманного и придуманного для себя образа Снегурочки на сцене. Первый этап конкурса – визитная карточка. Девушки рассказали о себе, своей работе и увлечениях. Во втором – показывали умение работать со зрителями. Напоследок организаторы оставили самое сложное задание. Снегурочки должны были сотворить на сцене чудо. Старались не только сами участницы. У каждой была группа поддержки. Потому и номера получились красочные и очень новогодние. В итоге из пяти претенденток о скользкой Снегурочке 2018 стала Екатерина Маликова, музыкальный руководитель детского сада номер 71. Вот такая она – настоящая староскользкая Снегурочка. Такая, как я, живая, естественная, музыкальная, сказочная. Очень довольна, заряд позитива, восторге. В целом получился нарядный и интересный для детей праздник. А если довольны дети, довольны их родители. Отлично праздник, все нравится, как детки выступают. Конкурс такой необычный. Снегурочек первый раз вообще на таком конкурсе. Выступление понравилось, детишки молодцы, Снегурочки очень молодцы, красивые, хорошие, веселые. Выступать понравилось? Выступать понравилось. Кроме дипломов, все участницы конкурса получили подарки от организаторов и спонсоров. А победительница – еще и право открывать новогоднюю елку 22 декабря на площади Победы на фестивале «Морозфест». Кроме дипломов, все участницы конкурса получили подарки от организатора «Морозфест».